То есть вся эта система, которая получила развитие Mooring Equipment, она должна была получить правильное управление. Что такое правильное управление? Что мы делаем со всем оборудованием? Что мы делаем с заменами, осмотрами, записью, документацией, а также какие у нас есть процедуры по планированию швартовки, а также процедуры по планированию самого обслуживания этого оборудования. Итак, начинаем сверху. Original Mooring Equipment Information, где мы можем взять этот Original Equipment Mooring Information. Конечно же, это Mooring Arrangement Booklet или Mooring Arrangement Plan. Также мы можем получить их от строителей. Если вы принимаете судно и вам еще не дали чертежи, вы можете подойти к классу, который занимается конкретно вашим судном, класс серверу, попросить у него литературу по оборудованию. Он вам ее должен любезно будет предоставить. После того, как она предоставлена, начинайте делать ваш Mooring System Management Plan и Line Management Plan. Не ждите. Никто его, к сожалению, за вас не заполнит. А компания будет брать уже ваши данные. Да, есть компании, которые делают это сами, как, к примеру, в ЦАКОСе это было разработано. Самостоятельная компания выдала уже готовые планы. Но для того, чтобы выдать готовые планы, в любом случае, компания будет с вас требовать данные. И где брать эти данные, мы посмотрим. Поехали дальше. Mooring Equipment Details. Понятно. Inspection and Maintenance. Когда делаем какую-то инспекцию. Какая ее периодичность. Также периодичность обслуживания. Ребята, это тоже рассмотрим. Это очень важно. Самое главное здесь не бояться запутаться. Если вы выходите на какое-то интервью или выходите на, пусть это будет вейтинг. Возьмите себе скан или просто распечатайте. Помните, что вы не должны знать это наизусть. Это может быть при вас. Взяли, посмотрели или выпишите там штурманскую книжечку себе. Раз, взяли все. Тетрадочку выписали, как я это обычно делаю. Какая периодичность и ретеншн базис. Когда вы имеете концы. Посмотрели, открыли при инспекторе или при интервьюере. Ничего страшного. Запомните, вы должны действовать уверенно и должны знать, где посмотреть. Потому что информации очень много. Поэтому выписали себе и информацию выложили уже тому, кто с вас спрашивает. Простите, это самое интересное. Это то, чем мы сейчас занимаемся. То, что я свято верю, что обучение двигает прогрессом. И вам спасибо большое за то, что вы присоединились к семинару. Потому что, в принципе, это один шаг к облегчению своей жизни и пониманию того, как можно это сделать правильно. Также процедуры по планированию и надзору. Я думаю, это тоже переводить и рассказывать дальше не надо. Документация. У всех есть сертификаты. У всех есть чертежи. Сегодня рассмотрим и сертификаты. И чертежи также будем рассматривать завтра. Regulation, Code, Industry, Recommendation and Guidance. Этот курс сам опирается на самую главную литературу. То есть по Mooring Equipment. Это Mooring Equipment Guide 4. Так, Mooring Equipment. Поехали. Mooring Equipment Strength. Вот у нас есть табличка. И как главное, как можно сказать, краеугольный камень, это был шип дизайн МБЛ, вокруг которого танцуют все цифры. То есть все цифры дальше уже были сделаны так, чтобы соответствовать шип дизайн МБЛ. Вот смотрим, да, к примеру, шип дизайн МБЛ. Тут все 100, 100, 100 выделено, да. И также были выделены цифры для оборудования и швартовных концов. Сейчас мы перейдем... Сейчас, секундочку, ребята. Я сделаю new share, и мы перейдем с вами на чертеж, в котором вы этот шип дизайн МБЛ посмотрите. Сейчас все видят, я думаю, чертеж Arrangement of Mooring Including Yetta and SPM. В этом чертеже у вас будет данные по судну. Здесь волшебный циркуляр 1.75. Если кто его хочет почитать, пожалуйста, ребята, можете заняться. Но на что он упирается, это на 1.25, что многое оборудование будет рассчитано на величину большую, чем, точнее, силы, действующие на судно, могут действовать больше, чем ваш МБЛ, до конструктивного разрушения. Все судно было сделано так, чтобы... Точнее, судно и сама Mooring система была построена так, чтобы судно, железо само по себе, железо и Mooring Fittings пострадали последние. Поэтому у нас есть МБЛ, шип дизайн МБЛ, а также есть Rendering Holding Capacity, BRC или Break Rendering Figure, который мы рассчитываем, опять же, опираясь на наш МБЛ. Он берет 60% от МБЛ. То есть, если на судно действуют какие-либо внешние силы, то для того, чтобы сохранить его конструктивную целостность, лебедки будут прокручиваться, точнее, тормоза лебедок будут прокручиваться, отпускать конец раньше, чем судно конструктивно получит так называемые, да, constructional damage, конструктивные повреждения. Все прекрасно знают тех, кто особенно работал на Волгобалтах, на старых судах. Не дай Бог вам туда попасть снова. Я когда-то успел попасть на очень старое, на очень страшное судно, но, в принципе, это было с самого начала карьеры. Это было интересно посмотреть. Теперь понимаешь, насколько это важно, и что такое Mooring Equipment в правильном его понимании. Когда линия, точнее, когда Mooring Line положен, например, на Double Baller Beat, может просто-напросто его оторвать. То есть это то самое конструктивное повреждение, о котором я говорю, или когда Close Choke может быть оторван опять же буксиром. Это очень нехорошо. Поэтому силы, которые были рассчитаны, силы, действующие на корпус, были рассчитаны так, чтобы в композиции вместе с правильной настройкой ваших лебедок судно целостно оставалось невредимым. То есть, чтобы железо оставалось целым. Итак, поехали. Создаем наш Line Management Plan и Mooring System Management Plan. Смотрим. Ship Equipment Number. По Ship Equipment Number можно восстановить вот эти остальные данные, если они были утеряны. Сейчас их восстанавливать не будем. МБЛ of Mooring Line Base Equipment is 62 тонн. Да? Смотрим дальше. МБЛ of 30-миллиметр wire IRVC. Это ILWRC. Это конструкция Mooring Wire. Дальше мы ее тоже рассмотрим. Опять же, 62 тонны. Ребята, давайте сразу затронем Rendering Point. Да, Rendering Point должен быть 60% от вот этих вот 62 тонн. Design Load of Mooring Line. 62 тонны на 1,25. То есть, выдерживать она может 77,5 тонн. Exception. In case of deck stand roller is pulling by wrapping head of deck machinery. Wrapping head capacity 20 тонн на 1,25. То есть, это уже усилие, которое может быть приложено к вашей лебедкой. Wrapping drum. Да, все помним, да, что у нас есть три типа. Если кто танкерист или у кого есть лебедки. Storage drum, tension drum и wrapping drum. Wrapping drum это внешне, это сама уже турачка брашпиля. Так, я прошу прощения с русскими терминами. У меня тяжеловато. Я просто очень много лет работаю на иностранных владельцев. Поэтому буду использовать в основном английскую терминологию. Перемешку с объяснениями. Так, Design Load on ToeWig Line. 1,25. Design Load on Shipboard Fitting. Result on Vector. Not more than P2. Давайте сделаем такую небольшую оговорку, что все это сделано, все эти расчеты сделаны в упоре на то, что вы правильно положили свои швартовные концы и они не имеют острых углов. Дальше в этой презентации будет пример, когда силы зависят от угла приложения. То есть физику все учили, терминологическую механику все учили, все помним, что это. Поэтому в любом случае будет достаточно просто понять. As well application. For chalk and bowler. 75 на 0,8. 2 тонны for fairly standing roller. Опять же, 62 тонны stand roller. Wrapping head. 20 тонн. Это, опять же, усилие, которое дает ваша лебедка, когда поворачивается. Если есть вопрос по тому, какие концы вам надо устанавливать или какие концы надо заказывать. К примеру, предыдущий экипаж уничтожил сертификаты. Вы зашли в arrangement of mooring, справа сверху в верхнем углу arrangement of mooring. И берем пункт третий. Arrangement of mooring. Design application. MBL of 30 мм. 6х36. IRVC. Это конструкционный тип вашего швартовного ваера. И вот, пожалуйста, его MBL. 62 тонны. «Ариф playground». «Ариф 좋은 озер». «Ариф LY AA» Продолжение следует...